А вот жителям 14-го дома по улице Гагарина не до благоустройства. Им бы тараканов вывезти. Завелись они тут по вине одной из соседок. Почему на даму и насекомых у правы нет, разбиралась Анна Чернова. Свой подъезд Елена Болкисева обрабатывает каждый день. Говорит, уже два года здесь живут непрошенные соседи. Тараканы и насекомые, похоже, здесь обосновались прочно и надолго. Видите, маленькие. Вот они, в каких они потом словно превратятся. Откуда появились паразиты, знает каждый житель этого дома. Вот из этой квартиры на четвертом этаже. Хозяйка несет мусор с окрестных свалок. Да столько, что у нее дома не помещается. И тогда в склад ненужных вещей она превращает лестничную клетку. Соседи даже фото сделали. Она никого не пускает в квартиру. То есть она считает, что это в порядке вещей. Ну и все. Собственно, никто не может туда добраться, не вывезти, не протравить. А смысл в подъезде, в квартирах травить, если вот он, очаг. С хранительницей очага много раз пытались пообщаться, но каждый раз один и тот же результат. Двери не открывает, на звонки не отвечает. Среди соседей пошел слушок. Уехала, возможно, на дачу. Но мусор-то остался. А долги по коммуналке растут. Соседи говорят, в списке должников она на первом месте. Сумма больше 100 тысяч рублей. У нее отключили воду и свет. У нее там вообще ничего нет. Она воду летом с пруда таскала. Поэтому она и в туалет в ведро уходит. Она у нас и под окнами спала. Сколько она? Недели три она у нас, наверное, спала под окнами на улице. Обращались мы куда? Мы же только не обращались. Мы в социальное отдело обращались и в полицию, и скорая приезжала. Городские власти говорят, этот адрес им хорошо знаком. На место выходили полицейские, коммунальщики и даже санитарные врачи. Сделать ничего не могут. Квартира в собственности. Сейчас только одно возможно. Это диалог с жителями подъезда, который мы уже также проводили неоднократно. Нужно, чтобы они подавали в суд, для того, чтобы действительно избавиться от тех условий, в которых они проживают и которые им создает данная гражданка. Жители подавать в суд не хотят. Говорят, на это нужно время и деньги. Поэтому пока, видимо, продолжат травить тараканов и писать жалобы. Анна Чернова, Алексей Оводов для РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова